Каждая часть информации, которую мы получили из фильмов про Джона Уикка о теневом мире киллеров, приводила к новой тайне. К счастью, фанаты придумали объяснения запутанных моментов и теоретизировали историю мира – вот фанатские теории про Джона Уикка, которые могут быть правдой. Если вы хоть раз копались в фанатских теориях, то уже знаете, что наиболее распространенными, и порой правдивыми, являются те, в которых предполагается, что два фильма находятся в одной вселенной просто потому, что в них снимается тот же самый актёр. Изобилуют теории, которые пытаются связать Мистера Пинка в исполнении Стива Бушеми, который сбегает в конце Бешеных псов, с его ролью Карла Шоу Уолтера в Фарго, где ему не так повезло. По этой схеме можно найти десятки других теорий про десятков других актёров. Джон Уикк ничем не отличается, пускай есть немалое количество убедительных доказательств того, что фанаты придумали ради того, чтобы связать его с Матрицей. Теория предполагает, что Джон Уикк – это личность, данная Нео за годы до событий Матрицы в попытках сбалансировать и исправить основополагающее желание Нео выйти из Матрицы. В Матрице он выходит из симуляции, а в Джон Уике – из Организации киллеров. Но на его пути возникают препятствия, и Матрица пытается сосредоточить его на событиях ложной реальности, которые помешают ему выйти полностью в реальный мир и разрушить всё это. – Ты, а, работаешь снова? – Нет, я просто выкручил немного. Также стоит отметить, что связь между двумя франшизами – это не только Киану Ривз. Один из двух режиссеров Джона Уика, Дэвид Лич, работал координатором трюков в Матрице – Революция. Звучит так, словно притянуто за уши? Может быть. Или, может быть, эта кроличья нора идет ещё глубже? Мы предлагаем лишь пищу для ума. Трудно представить реальность, показанную в фильмах про Джона Уика, как реальность. Это мир, где сотни вражеских убийц, связанных секретной сетью текстовых сообщений, скрываются за каждым углом, где люди могут вести перестрелки в людном общественном месте и никто даже не замечает. Плюс у них есть модные пиджаки, которые могут останавливать пули. А ещё все эти золотые монеты Грибного Королевства разбросаны на каждом шагу. Если при просмотре фильма создается впечатление, что вы играете в видеоигру, то вы не одиноки. Почти во всех обзорах и статьях с момента выхода фильма упоминается очевидно вдохновленный видеоиграми стиль экшена. Но что, если это на самом деле правда? Что, если это и правда видеоигра? Подобно теории про Матрицу, эта теория в основном является попыткой объяснить, почему на экране может быть столько насилия, на которое обычные свидетели и настоящие полицейские реагируют лишь изредка. И в целом она не беспочвенна, потому что сам Джон Уик действительно получил официальное лицензированное появление в игре Payday 2, а полная игра Джон Уик была выпущена в 2019 году. Если эта фанатская теория верна, получился по-настоящему хороший фильм по видеоигре. И не будем вспоминать Doom 2005 года с Карлом Урбаном и Скалой на главных ролях. Повезет в следующий раз. Мир Джона Уика определяется его правилами, в том числе долгами и обязательствами, от которых невозможно отказаться. Однако одно правило стоит превыше всего – независимо от того, что сейчас делают убийцы и что осталось в их прошлом, они могут вернуться в Континенталь, который свободен от насилия. Потому что... – Ты знаешь правила. Никакого бизнеса может быть выполнена на этих премисах, не менее... ...выскать тяжелые пеналтики. Мы видим, что происходит с теми, кто идет против правил еще в первом же фильме, когда их нарушает мисс Перкинс. После того, как награда за голову Джона удваивается для каждого, кто рискнет нарушить правила, она пытается воспользоваться шансом, пытаясь убить Джона, пока он ранен, и успешно убивает другого киллера, Гарри. К концу фильма мисс Перкинс приговорена к наказанию, и в исполнение оно приводится группой из четырех человек, которые окружают ее с каждой стороны. Это быстрая сцена, призванная проиллюстрировать сцену пренебрежения правилами в Континентале, но сама традиция интриговала фанатов. Одна теория гласит, что эскадрон смерти, как и большая часть обширной культуры киллеров, которую мы видим в третьем фильме, скорее демонстративен, нежели практичен и основан на многовековой традиции. Начнем с того, что это один из самых сложных ритуалов, которые мы видим на протяжении всей серии. Нет никакого смысла окружать кого-то со всех сторон и стрелять в него. Существует очень очевидная причина, по которой обычно стреляющие не стоят напротив друг друга, стреляя в кого-то посередине. Поэтому единственная логическая причина в том, что действие основано на старой традиции, скорее всего, с использованием лезвий вместо пуль. Если изначально в этой церемонии убивали человека мечами, то адаптация на современный мир с оружием кажется логичной, особенно если учесть то, что мы видим в третьей главе. Мы не только узнаем о длинной истории киллеров и их формальности, но еще и понимаем, откуда Джон так хорошо владеет ножами. Один из многих поразительно странных моментов во франшизе Джона Уикка наступает, когда мы видим внутреннюю работу бюрократии и обнаруживаем, что в основном секретари печатают на нелепо устаревших компьютерах. Это может быть просто неожиданный визуальный эффект, который добавляет изюминку в скучную сцену, но одна теория фанатов приводит довольно убедительный аргумент, что, само собой, киллеры будут использовать устаревшую технологию, таким образом их информацию почти невозможно взломать. И пускай это не было подтверждено в фильмах, кажется довольно очевидным, что мы смотрим на очень интересную информационную безопасность. Современные компьютеры явно быстрее и у них больше возможностей. Но довольно сложно использовать MacBook для взлома Commodore 64, не говоря уже про бумажные носители, дисковые телефоны и пневматические трубки вместо интернета. Определенно используется и современная сотовая связь, потому что мы видим, как приходят СМСки, но по большей части администраторы придерживаются правил старой школы. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!